Несколько рейдовых мероприятий прошло в городском округе на прошлой неделе. 14 февраля сотрудники ГИБДД провели рейд по скрытому патрулированию, а 16 числа инспекторы проверили, как родители соблюдают правила перевозки детей в автомобилях. Подробнее о том, как проходили профилактические мероприятия на территории Фокина, расскажем в следующем сюжете программы. Не лишить как можно больше водителей права управления автомобилем, а снизить количество дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. Основная цель рейда, который прошел на территории городского округа 14 февраля. Особенностью данного профилактического мероприятия стало то, что впервые в Фокина использовалось транспортное средство без специальных цветографических схем. С помощью машины гражданского исполнения инспекторы искали автомобилистов, выезжающих на полосу встречного движения с нарушением правил дорожного движения. Административным регламентом деятельности ДПС предусматривается использование так называемого скрытого патрулирования, когда используется транспортное средство, стоящее на балансе полиции. Однако оно не оборудовано специальными цветографическими схемами. Это позволяет вести скрытый контроль за дорожным движением. Конечно же, такое транспортное средство работает в паре с нарядом ДПС, чтобы остановку непосредственно нарушителей правил дорожного движения осуществляли сотрудники полиции. Основной задачей такой работы, прежде всего, является предупреждение водителей о том, что дорожно-транспортную дисциплину нужно соблюдать всегда, а не только, когда рядом сотрудники ГИБДД. Приоритет при выборе маршрута вскрытого патрулирования отдавался аварийно опасным участкам дорог. Мобильные наряды работали на всем участке трассы, которая относится к территории обслуживания ГИБДД ЗАТО Фокина, то есть с 83-го километра до 106-го километра автодороги Артем-Находка-Порт-Восточный. Хотелось еще раз обратить внимание всех водителей, что на протяжении всего города Фокина у нас дорога с двумя полосами движения, по одной полосе в каждую сторону, и практически на всей территории ЗАТО-город Фокина у нас запрещен обгон. Отметим, что с начала этого года в Фокина привлечены к административной ответственности 65 водителей, совершивших выезд на встречную полосу в нарушении правил дорожного движения. Что касается данного рейда, то в ходе него сотрудники ГИБДД выявили четырех нарушителей. Сейчас водителям грозит либо 5000 рублей штрафа, либо лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев. Кроме того, повторное совершение подобного правонарушения, согласно части 5 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет лишение права управления на срок 1 год. Практика скрытого патрулирования показывает высокую эффективность и в будущем будет принимать более широкие масштабы. Сотрудники ГИБДД надеются, что подобные меры убедят автомобилистов более ответственно относиться к соблюдению безопасности на дороге. Водитель должен понимать, что даже если в зоне видимости нет автомобиля ДПС, то скрытый патруль может находиться рядом и на следующем участке автомобилиста могут остановить и привлечь к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Хотелось, конечно же, предупредить водителей, что скрытое патрулирование будет использоваться и впредь, и транспортные средства, стоящие на балансе, могут использоваться абсолютно любые. То есть это не будет все время одно и то же транспортное средство, к которому очень быстро привыкают. А 16 февраля на территории Фокина прошел еще один рейд. Инспекторы проверили, как родители соблюдают правила перевозки детей в автомобилях. Сотрудники ГИБДД по-прежнему отмечают, что в Фокина довольно много нарушителей, которые подвергают своих чад серьезной опасности. Так, в ходе рейда 14 водителей было привлечено к административной ответственности. Трое из них за повторную перевозку детей в автомобиле без специальных удерживающих устройств.